Одесский центр медицинской реабилитации и санаторного лечения, более известный одесситам по старому названию Лермонтовский, постепенно оживает. После вынужденного карантинного простоя здесь снова готовят процедурные, заканчивают текущий ремонт и убирают прилегающую территорию. 1 августа, в день официального открытия, санаторий вновь примет военных и ветеранов на реабилитацию. В то же время люди в погонах напоминают, что двери здравницы открыты и для гражданских, и никаких ограничений для получения медуслуг для них нет. Без запаха краски, лент и шариков, но под звук бензопил и с новым оборудованием. Бывший Лермонтовский готовится к открытию после карантина. Начальство здравницы охотно рассказывает о том, что успели, а что осталось на будущее. Преимущественно в этот разряд перешли капитальные работы. Мы не могли проводить капитальные работы, также проектные работы, потому что, сами понимаете, все не работали. Это было невозможно проводить, но мы своими силами делали текущий ремонт и восстанавливали территорию. Сейчас мы ждем уже новое озеленение, плюс у нас заканчивается проект по автоматическому поливу. Есть уже проект полностью по развитию территории санатория. И сейчас делается проектно-сметная документация по укладке новых бордюров, дорожек и всего остального. В прошлый наш приезд, начало февраля, вот это ванное отделение еще было, как говорится, в бетоне. Сейчас же его запуск – вопрос нескольких дней. Обошлось оно дороже всего, признается начальник, но большую часть работ выполнили сами и за свои деньги из спецфонда. Теперь осталось отмыть строительную пыль и занести мебель. Душ-рокод, циркулярный душ-массаж, восходящий душ-массаж, все новенькое, современное, красивое. Жемчужные ванны для успокоения нервной системы, улучшения кровообращения. Это то, что полезно нам всем. Есть необходимость, после этого мы хорошо спим. Есть ванны, которые противопоказаны, да, люди с заболеваниями, которым противопоказаны полные ванны, но им есть необходимость для суставов, для конечностей ног, рук, да. Для этого у нас есть отдельные ванны, сидячие, ножны для рук. Ну, главной новинкой Одесского стал вот этот аппарат. Врачи его называют Тесла. Но отношения к известной торговой марке он не имеет. Его суть иная. С помощью мощного электромагнитного импульса решаются проблемы больных суставов, позвоночника, скелетных травм. Этот новейший прибор 2019 года в нашей стране единственный и стоит почти миллион гривен. Мощное противоотечное действие, мощное противовоспалительное действие с улучшением микроциркуляции и очень глубокое проникновение вот этих электромагнитных полн за счет мощности аппарата, что позволяет нам глубоко прорабатывать мышцы, в некоторых режимах проводить электростимуляцию мышц даже магнитными полями. Очень удобный препарат, аппарат программированный, то есть здесь более 200 программ есть для лечения острой боли, хронической боли, острой боли, хронического воспаления. За год с небольшим, когда санаторий отдали военным, на обновление оборудования потратили 15 миллионов гривен. На подходе еще аппарат лазерной терапии и цифровой рентген. Несмотря на то, что официальное открытие анонсировано на 1 августа, недостатка в пациентах нет и большинство гражданские. Среди них и Валентина. От судорог женщина избавляется аппаратным лимфодренажем. У меня в мышцах был дискомфорт. Судороги по ночам. Это ужасно. А вот этот аппарат устраняет эти неудобства. Пока был карантин, не работал санаторий. Как спасались? Ну, хочется сказать, бегством. Но сидели дома. Сидели дома и страдали. Страдали от боли. А теперь, наконец-то, можно от этих болей избавиться. Врачи говорят, что за карантин успели соскучиться за работой и пациентами. Теперь время это компенсировать. Тем более, что с 1 августа к их гражданским подопечным присоединяются и военные, которые регулярно проходят лечение и реабилитацию в уже своем ведомственном учреждении. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.